Из-за алтайского паводка и опасных бактерий купаться в Аби врачи не рекомендуют. Из четырех пляжей официально открыт только один. Отдыхающих это не останавливает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все службы МЧС остаются в режиме повышенной готовности. Последствия паводка у нас, в отличие от Горного Алтая и Барнаула, не катастрофические. Увеличить сбросы из водохранилища, что повлекло подтопление дачных участков и набережной Аби, было необходимо, объяснил сегодня мэр. Решение это, подчеркнул Анатолий Локоть, непростое, но единственное верное в такой ситуации. Если бы мы этого не сделали, то нам пришлось бы открыть все. И тогда речь бы шла не о Первомайском, не только Первомайском, а Советском районе. Но под угрозой, прямо скажешь, был бы жилой сектор, в том числе и Октябрьского района. Тем временем синоптики обещают очередные жаркие и сухие выходные, так что многие наверняка проведут ближайшие дни у воды. Хотя официально открыт только один пляж из четырех. Из-за того же алтайского паводка в Аби слишком много вредных бактерий. Санитарные врачи предостерегают об опасности и не рекомендуют плавать в грязной воде. Но запретить не могут. Ольга Маховская выяснила, останавливает ли это любителей пляжного отдыха. Ужасно. Солью пахнет. Одни отдыхающие к воде принюхиваются, другие присматриваются. Но в удовольствии нырнуть в прохладную реку отказывают себе единицы. Такой жарок упаться сейчас везде охотно не может. Тут без разницы. Наутилус – единственный официально открытый городской пляж. Это значит, что его проверили санитарные врачи. Пробы воды показали. Опасных для человека паразитов в ней нет. А вот микробиологические показатели повышены. Объявление, что находиться в воде, не рекомендуется, на этом пляже отсутствует. Напротив, черный шар на флагштоке опущен, а это знак. Купание разрешено. Ситуация не критическая, уверен директор пляжа. По микробиологии она не соответствует нигде. В Новосибирске, я так думаю, ни здесь, ни на Обском водохранилище. Поэтому предупредить мы предупреждаем, оставляем стенды и так далее. Но запретить купаться мы не можем. Распространенную ранее информацию о том, что вода в Оби и водохранилище опасна для людей, опровергли сегодня городские спасатели. Если бы действительно такое было, мы бы по линии межведомственного взаимодействия в единой дежурно-диспетической службе узнали одними из первых. В Роспотребнадзоре пояснили, бактерии в воде действительно есть. Но содержание их повышено всего в 2-3 раза. Бить тревогу можно, когда показатели увеличатся в сотни раз. Водохранилище по микробиологическим показателям не соответствует санитарным правилам, но не превышают критических каких-то значений. Здесь ситуация остается стабильной и находится на контроле управления. Поэтому купаться в такой воде или нет, каждый решает самостоятельно. Ольга Маховская, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Партию «Единая Россия» на грядущих губернаторских выборах представит Владимир Городецкий. Сегодня его кандидатуру выбрали в результате внутрипартийного голосования. Исполняющий обязанности губернатора оказался на первом месте с огромным отрывом в 208 голосов, опередив мэра Кольцова Николая Красникова и депутата ЗАГС Собрания региона Алексея Александрова. Теперь партийному кандидату придется пройти так называемый муниципальный фильтр и заручиться поддержкой депутатов. Сам Владимир Городецкий считает важным учесть опыт неудачных для единороссов выборов мэра Новосибирска. В вузах стартовала приемная кампания. Основная борьба среди абитуриентов развернется, конечно же, за бюджетные места. В ряде вузов в этом году их стало больше. При этом для поступления одних результатов ЕГЭ будет недостаточно. Тем более, что блестящими итоги аттестации 11-классников назвать сложно. Поступающим придется добирать баллы за счет индивидуальных достижений. Анна Кондратенко продолжит. На плаву абитуриентов сегодня не наблюдается. Все-таки выпускники этого года аттестаты еще не получили. И подавать документы могут лишь те, кто закончил школу в прошлые годы или получил среднеспециальное образование. У Юлии Плаксиной уже есть диплом финансиста. Но теперь от бюджетов и налогов девушку потянуло на темпераменты и эмоции. Чтобы побороться за место на факультете психологии, абитуриентке предстоит сдать внутривузовские испытания по русскому, математике и биологии. Я пытаюсь на бюджет поступать. Я думаю, что получатся баллы у меня ЕГЭ неплохие. Так-то и аттестат неплохой, и диплом неплохой. Так что я буду стараться на бюджет. Но подстраховалась все равно и подала, и на мне бюджетные. Шанс поступить на бесплатное действительно есть, ведь в этом году бюджетных мест в вузах прибавилось. В педагогическом, например, стало на сотню больше. Приемные комиссии уверены, это привлечет в университет выпускников с высокими баллами по ЕГЭ. Хотя в этом году их меньше. По математике стобальников нет вовсе. Учителя связывают это с беспрецедентным контролем, видеокамерами, металлоискателями, наблюдателями. Правда, эти же меры в результате заставили чиновников еще и минимальные баллы снизить. Ведь списать было практически невозможно. По русскому языку сразу на 12 пунктов с 36 до 24, по математике с 24 до 20. Для вузов это оказалось неожиданностью. У нас ведь порог ЕГЭ даже выше, чем тот, который Рособоронадзор установил еще до того, как произошло понижение. Но пока принято решение никаких действий не предпринимать и оставлять на должном уровне, потому как нам нужны сильные ребята. В целом уровень знаний выпускников действительно снижается, с огорчением отмечают эксперты. Абитуриентам НГУ, например, с этого года предлагают к баллам по ЕГЭ добавить бонусные очки за так называемые индивидуальные достижения. Дипломы и грамоты за участие в Олимпиадах, наличие школьной медали, статус чемпиона или призера спортивных соревнований. На интеллектуальное развитие у школьников попросту нет времени, не сомневается абитуриент факультета физической культуры Педуниверситета Илья Кретов. По его мнению, во всем виноваты единые госэкзамены. ЕГЭ вообще сделано для того, чтобы было меньше специалистов вообще, то есть, чтобы было больше, допустим, людей, которые заканчивали ПТУ и другие средние, средние специальные, потому что нам не хватает в стране как бы фрезеровщиков и всего вот этого дела, и стантехников там. И для этого сделали, ну как бы это мое мнение личное, что для этого сделали ЕГЭ. Ситуация вокруг ЕГЭ заставляет чиновников менять правила. Например, в следующем году они планируют вести сочинение по русскому языку, а по английскому не исключено, что вернут устный экзамен. Анна Кондратенко, Роман Семенов, Новосибирские новости. Бюджет города пополнили деньги из федерального центра. Казна увеличилась сразу на 2 миллиарда. Депутаты Горсовета сегодня обсудили распределение полученных средств. В частности, деньги пойдут на ремонт и замену лифтов, на повышение зарплат педагогам и переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Но, несмотря на столь внушительные финансовые вливания, дефицит бюджета вырос вместе с кредиторской задолженностью. С долгом мы очень внимательно работаем. Новосибирск привлекает одни из самых дешевых кредитов. Даже некоторые субъекты берут кредиты гораздо дороже. Мы их длинными делаем. У нас дифференцированный портфель, а у нас есть муниципальные облигации, бюджетные кредиты, кредиты коммерческих банков. Мы независимы от одного кредитора. Тополинный пух полетел по улицам, хотя озеленители и обрезают старые деревья и даже выкорчевывают. Агрономы Горзеленхоза. Бальзамический тополь, а именно он дает столько пуха, планируют полностью заменить на липы, березы, рябины. Причем деревья высаживают сразу большие. Лейла Егорова наблюдала. С этой рассадой без погрузочного крана не справиться. Кроме того, что это крупномеры, так еще и высаживают их вместе с землей, в которую они взошли. Приживаемость при таком методе практически 100%. Корни при этом не страдают у дерева. И пересадку дерева безболезненно переносит. Молодые рябины заполнят пробелы в сквере УГПНТБ. Для строительства новой теплотрассы здесь пришлось деревья срубить. Теперь парк восстанавливают по многочисленным просьбам горожан. Ведь это еще и своеобразное ограждение тофинажного завода, который находится неподалеку. Впрочем, у озеленения появились противники. Магистральная теплотрасса имеет охранную зону 5 метров в одну сторону, 5 метров в другую сторону. На этой территории недопустима посадка деревьев, так как они не выдержат температурного режима. Начальник горзеленхоза объясняет, эти нормы носят рекомендательный характер. Если случится авария, действительно, деревья придется выкорчевывать. Но, во-первых, вероятность ЧП совсем небольшая, теплотрасса ведь новая. Во-вторых, не оставлять же теперь кругом пустыри. Если вспомнить улицу Богдана Хмельницкого и исторический ее облик, и вообще вот изюминка улицы в том, что она вся в липах, то все, без исключения липы, сидят непосредственно на оси теплотрассы. И жизнедеятельности лип вот уже 50 лет это не мешает. А вот тополя, раздражающие своим пухом, в городе давно не садят. Но их еще много. Тополиный пух, жара, Ёль! Жалуются автомобилисты. Цветы деревьев засоряют решетку радиатора и воздушные фильтры. Огнеборцы, детские шалости по поджогу пуха часто заканчиваются большим пожаром. У дворников к тополям тоже претензии. В плане уборки, ну, конечно, мешает. Из-за того, что как бы сделаешь дело, это через некоторое время раз, и как будто ты это ничего не сделал на самом деле. Тополя в Новосибирске постепенно меняют на ивы, липы, рябины, березы и яблони. Избавиться от них сразу невозможно. Среди городских насаждений сейчас их больше половины. Что желательно было бы делать? То есть проводить отбор саженцев по половому признаку, то есть чтобы в озеленение попадали только мужские растения. Деревья мужского пола не плодоносят, а значит и пуха не будет. Не засоряют улицы и молодые побеги. Для этого взрослые тополя подстригают. Вот только аллергикам легче не станет. Сам пух на иммунитет не влияет. Дело в пыльце злаковых растений, которые он переносит. Самолечением медики заниматься не советуют. Лейла Егорова, Алексей Андрабаев, Новосибирские новости. Почти полсотни новосибирских компаний получили звание предприятия высокой социальной ответственности. Муниципалитети сегодня наградили руководителей организаций, которые предоставляют все социальные гарантии, охраняют безопасность и здоровье своих сотрудников и жалеют средств на обучение и отдых персонала. Большая часть победителей в конкурсе удостоены такого звания уже не в первый раз. Руководитель предприятия по результатам конкурса получает соответствующее звание. Его предприятие висит на доске подсчета городской. Но неужели это плохо? Это очень хорошо. Это как констатация факта, что на данном предприятии заботятся о работниках, создают им благоприятные условия труда и не просто капиталистически выжимают из них все, что возможно. Лучших сантехников, электриков и кровельщиков выбрали на специальных соревнованиях. Участвовали в них как начинающие представители профессии, так и уже опытные сотрудники управляющих компаний. Жюри, разумеется, оценивало скорость и качество работы. Кто справился лучше, расскажет Вячеслав Горчаков. В разгаре, в буквальном смысле, соревнования кровельщиков. Задача уложить на импровизированные крыши водонепроницаемое покрытие. Материалы и сама технология относительно новые, поэтому работу конкурсантов оценивают и сами производители. Как и в любой профессии, здесь важна аккуратность, потому что напрямую будет зависеть герметичность и надежность вашей кровельной конструкции. Это может быть не только текущий ремонт, это можно отнести и к новому строительству. На другой площадке слесарь и сантехники собирают узлы учета воды. На выполнение задания всего 90 минут. Но даже несмотря на цейтнот, участники признаются, делать то же самое на дому гораздо сложнее. В квартире сложнее, здесь все наглядно лучше. Но так, в квартире это неудобство. Система старых коммуникаций мешает. Рядом электромонтажники управляются щитками. Такие стоят в подъездах на каждом этаже. Специалист с 18-летним стажем Виктор Кулаков может выполнить такое задание с закрытыми глазами. Но если рядом нет придирчивых жильцов. Самое сложное – найти общий язык с теми, для кого это все делается. Чтобы объяснить, для чего это нужно, для чего это надо, почему это необходимо. Выяснить, чьи работники лучше, решили несколько крупных управляющих компаний. Для них это вопрос престижа плюс стимул для профессионального развития сотрудников. Еще одну команду представил архитектурно-строительный колледж, который и принял соревнования. В этом та изюминка тоже состоит, чтобы ребята смотрели, где-то учились, а где-то и показывали свои умения, и работники, и рабочие, и действующие рабочие понимали, что им нужно повышать свою квалификацию. К удивлению многих, в прошлом году именно учащиеся колледжа справились лучше профессиональных рабочих из ЖЭУ. Вот и на этот раз в половине номинаций победила молодежь. Из управляющих компаний больше всего призовых мест у представителей Держинса. Вячеслав Горчаков, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Накануне памятной даты дня вторжения фашистских войск на территорию Советского Союза из центра города стартовал автопробег, посвященный героям-сибирикам, павшим в Великой Отечественной войне. Колонна из пяти машин проедет по восьми районам области. Мы в каждом населенном пункте будем останавливаться возле памятника погибших воинов, встанут в венки, будем рассказывать, разносить листовки, газеты, посвященную началу войны, вручать медали столетия Покрышкина местным ветеранам. В течение четырех дней участники автопробега планируют проехать больше тысячи километров, навестят ветеранов в самых отдаленных деревнях. Акция проходит под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто». Уже в понедельник колонна вернется в город, чтобы возложить цветы к монументу славы и почтить память павших в Великой Отечественной. А ветераны предлагают создать памятник труженикам тыла. Такого еще нет в городе, посетовали они на встрече с мэром. Мы хотели бы сказать, что необходимость в преддверии 70-летия Победы решить этот вопрос. Если не сам установить памятник, хотя бы камень заложить, чтобы было ясно, что вот здесь будет такой памятник поставлен труженикам тыла. Они это заслужили. Также ветераны попросили у градоначальника организовать для них диспансеризацию на дому и помочь в получении путевок в санаторий. Кроме того, они предложили создать для пожилых людей систему тревожной кнопки, чтобы при необходимости вызвать скорую помощь без телефонного звонка. И последнее. Спортсмены из клуба «Вектор» осуществили мечту двух незрячих людей. Даниил Соколкин и Денис Скрипник поднялись в небо на проплане, конечно же, вместе с инструктором, ощутить радость полета. Они хотели давно, но решиться было непросто, тем более для людей с ограниченными физическими возможностями. После приземления они признались, что для них это был шанс подняться над своими проблемами. И на этом наш выпуск завершен. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова